МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Благодаря первому гранту мы добились хороших результатов от телочки этого года. Хозяйство Владимир Долгов открылось 7 лет назад. Так, шаг за шагом строит свое дело. Занимается и растеневодством. Сеет озимые рожь и пшеницу, яровые ячмень, пшеницу, а также подсолнечник. Общая площадь земли – 3000 гектаров. В этом году засеял озимыми тысячу гектаров. Думает о лучшем. Очень хорошее кущение. Вот, видите. Рожь 100% раскустилась. Значит, можно ожидать хорошего урожая, да? Очень хорошего урожая можем ожидать. Но тут уже в зависимости, как будут погодные условия на следующий год, самый основной пик теперь – надо прожить зимовку. И в животноводстве и растеневодстве необходимо двигаться дальше. И в этом Владимиру Долгову поможет второй грант от Минсельхоза региона. Надежды большие. В этом году мы получили 10 миллионов 573 тысячи рублей. Также будем покупать и развиваться дальше. Планируем купить 80 голов тёлок, комбайн, трактор, силки, пресс-подворщик. На сегодня индивидуальный предприниматель приобрел рубящий каток – измельчитель растительных культур, которые остаются на поле после сбора урожая. Сейчас перед холодами большие усилия направлены на то, чтобы сохранить имеющееся поголовье. За хозяйством постоянный контроль. Коров обеспечивают необходимым кормом, дают сено. Но не только оно входит в рацион питания. Чтобы вырастить крупный рогатый скот, нужна хорошая кормовая база. Конечно же, коровы ежедневно пасутся с 8 утра и до 7 вечера. Свежий воздух, трава, солнце и, конечно, простор. Быки и коровы жуют траву. Только заметив камеру, останавливаются на секунды и продолжают прием пищи. За ними следят пастухи. Каждое животное, которое вышло из хозяйства в поле, должно вернуться обратно. Владимир Долгов отмечает, без грантовой поддержки было бы куда сложнее. Пока мы только развиваемся. В течение пяти лет, как мы купили 67 голов, не продано еще ни одной телочки. Так же только стараемся увеличить по голове. Содержание крупного рогатого скота халатности не прощает. Важно делать все необходимое и в нужный срок. В хозяйстве, как и положено, уже подготовились к зиме. Вот рулоны сена. Говорят, что все в нужном количестве и беспокоиться не о чем. Убеждаемся, коровы в холодное время голодать не будут. Это сено этого года. Чистый жидняк. Проведена проверка. В лабораторию сдавали хорошего качества. 3000 чуков заготовили. У нас еще есть сено, остаток прошлого года. Мы думаем, что прозимуем. У фермера в хозяйстве есть еще и 500 овец. Владимир Долгов также планирует увеличить поголовье мелкого рогатого скота. Останавливаться на достигнутом не про него. Тем более, что это нужно не ему одному. Это огромная помощь для деревни нашей, в которой он расположен. Это развивает нас. И я думаю, что вот такие люди, как Павел Владимирович, должны получить грантовую поддержку, чтобы развивать сельское хозяйство. Акбулакский район уже не первый год в лидерах по числу победителей в конкурсах на предоставление грантов. В этом году отличились 7 человек. Общая сумма полученной поддержки составила более 29 миллионов рублей. Практически все деньги были направлены на приобретение крупнорогатого скота. Благодаря грантовой поддержке нам удалось увеличить поголовье крупного рогатого скота именно в категории крестьянско-фермерских хозяйств. Сейчас в Акбулакском районе около 30 тысяч голов крупного рогатого скота. Животноводство остается приоритетным направлением. Всего за время реализации программ победителями стали около 95 жителей муниципалитета. Общий размер грантовой поддержки свыше 339 миллионов рублей.